В одном из спортклубов Мурманской области прошли соревнования по паддл-теннису. О том, что это за вид спорта, смотрите в нашем сюжете. Соревнования по паддл-теннису проводятся в Мурманске регулярно. Этот вид спорта пришел в Россию из Испании примерно в 2013 году. На первый взгляд игра похожа на гибрид с квошей тенниса. Однако это совсем не так. Матч идет по теннисным правилам, но вместо стандартных ракеток здесь используются ослабленные с уменьшенным отскоком. И это логично. Поле для игры не отличается большой площадью. Кроме того, в отличие от большого тенниса, здесь за спинами спортсменов установлены специальные панели из стекла. Такие конструкции – важная часть игры, позволяющая спортсменам применять приемы, недоступные обычным теннисистам. В последние годы популярность этого вида сильно выросла. Наши команды даже ездили на международные соревнования. По словам экспертов, падл – это не только про скорость и ловкость, но и про человеческое отношение к сопернику. Развиваем именно человеческие отношения, потому что это падало – это единственный, ну, один из немногих видов спорта, где приветствуется именно дружественность. Нет ни одного судья, вы обратили внимание, да, что здесь люди судят сами себя. То есть, честно говоря, там, улетел мячик ваут, не улетел, зацепил сетку, ты там не зацепил. Испанские игроки по традиции пьют кофе после каждого матча. Они говорят, что не сели бы за один стол с теми, кто ведет игру нечестно. Я профессионально занимался теннисом и тренировался в Испании, и там, собственно, познакомился с этим видом спорта. У нас был развлекательный момент тренировок, падал. И потом, когда вернулся в Россию, начали появляться корты, улегся и играю, тренируюсь. Игра веселая, динамичная и подойдет для любого возраста, отмечают профессиональные спортсмены.